Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News, дайджест лучшего об английском за неделю. Точнее, даже за две недели. Я просто болела за Хабиба. Я знаю, что тема UFC уже всех достала, и Конор, и Макгрегор, и Хабиб, и Нурмагомедов. Я ведь тоже человек, у меня тоже, да. Но есть один персонаж, который до сих пор мне не надоел, несмотря на то, что он становится объектом для мемов практически каждый месяц. Это Дрейк, и вот он на UFC заслуживает отдельного внимания. 3 октября жителям США на телефоны пришло сообщение, заглавленное как presidential alert, президентская тревога. В сообщении говорилось, что это просто тестовая проверка правительства на случай чрезвычайных ситуаций, и ничего предпринимать не нужно. Спокойно, ребята. Но народ все-таки предпринял. Катя в своей новой подборке «Идиом» рекомендует вам добавить в свой английский немножко красного, желательно сухого. Цветные идиомы от Кати смотрите в уроке по ссылке. Давайте сегодня добьем тему с цветами, и цвет настроения у нас сегодня белый, серый и красный. Красного будет много, ну а в целом быстренько пробежимся по выражениям, которых все еще есть цвет. Наверное, все слышали песню Queen, I Want to Break Free. Многие видели экстравагантный клип на эту песню. Некоторые даже знают нецензурный мисс Хёрд, который можно услышать в припеве. Но кто из вас может похвастаться тем, что посмотрел почти 9 тысяч серий британской мыльной оперы «Coronation Street», пародией на которой и является, собственно, это произведение Queen. Идея клипа принадлежала Роджеру Тейлору. В клипе он предложил спародировать длинный и невероятно на то время популярный сериал «Coronation Street». Сериал был запущен в декабре 1960 года и очень сложно представить, что он идет и по сей день. Не удивляйтесь, если пригласив англичанина в свой кабинет, обнаружите его в шкафу, потому что это слово переводится не как «кабинет». А как оно переводится и еще 8 ложных друзей-переводчика смотрите в уроке Кати. «Brutal» означает «жесткий», «жестокий». На самом деле это негативное слово, поэтому если очень хочется мужчинку описать как брудального, используем слово «macho», используем слово «manly», «masculine», «rugged» на худой конец, но точно не «brutal». Зачем женщина засунула кошку в мусорный бак? Этот вопрос волновал недавно все британские СМИ, а теперь волнуют и нас, и слушателей нашего подкаста на эту тему. Ом. 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 Если вы из тех людей, которые пишут нам в комментариях, что диктор говорит слишком быстро, я не успеваю, пожалуйста, помедленнее, то у нас для вас сюрприз. Целая серия подкастов под названием «Медленный английский». Заходите послушать, но, ребят, движение — это жизнь. Давайте уже как-то пошевеливаться. «Идеальное утро». Какое оно для вас? Мы бы вот хотели, чтобы оно у нас было таким же, как у героя нашего транслейта с одноименным названием, когда ты просыпаешься и завтрак приготовлен. Одежда поглажена, зубы почищены. Но так, чтобы нам это не снилось. Все, короче, да? А, стоп, я забыла сказать. Забыла сказать, что на сегодня это все. С вами была Настя. Приятно было провести с вами время. Бай-бай. Приятного аппетита.